Да, уважаемые друзья, мы все еще в 24 главе, в 12 стихе, и остановились мы на чудесной теме, касающейся нечистых. И почему-то, прям в прошлый раз, в конце урока, я уже вовремя-то расслабился и собирался уходить, как те, кто видели, уже обратили внимание, был задан вопрос, а что это за нечистые такие? Нечистые, нечистые, словом на букву Ч, которые я не очень охотно произношу, Шейдим называется, да? Черт, ну черти. Понимаете, кто это задал? Ну вот у нас, произвучал, у столов такого, а кто это они такие вообще? Что интеллигентный человек сегодня, в нашей ашкенадской среде, должен знать об этих, я все время показываю рогатами, они никакие не рогатые, это ошибка, но понятная ошибка. Я еще раз просто перечитаю 12 стих и продолжу эту увлекательную, упоительную тематику, касающуюся инфернального предмета. Так, Юдбет говорит, Ниша, осталось, Баир, в городе, Шама, опустошение. И когда-то меня уже спрашивали, и я до сих пор заинтересован этим моментом. Почему вообще слово Шама, которое в данном случае является сокращением слова Шмама, известное слово Шмама, означает опустошение? Шама, Шмама, ну это кусок от слова Шмама, тоже опустошение. Почему это слово настолько близко к слову Там, Шама? Какой мурав? Близко к слову Там. Шама, значит Там. И Шама тоже говорят Там. Нишу, Нишу, Нишу. У нас это не имеет отношения к Нишу. Я знаю. Шама, и Шама, Там, и опустошение. Почему? И на самом деле, как объясняет Магарай, известна в комментариях, касающаяся слова Небеса, а мы же начали с вами изучать первые дни творения опять. Поэтому все время я, видите, даже во время пророка Ишиева сворачиваю в ту сторону. Этимология слова Небеса, она тоже от этого происходит. Говорит Маарай, что Шамаим, Небеса, это слово Шам, Там. И так же, как у нас есть Ядаим, две руки, Роглаим, две ноги, Инаин во глазах и так далее, двойственное число, которое заканчивается на Аим, так и Небеса. Шамаим это Там в двойственном числе. То есть не просто Там, а Там-Там. Это далеко-далеко. То есть ты мог бы подумать, что Небеса это просто Там. То есть вот эта вот среда, которая кажется голубой и состоит из определенных химических элементов, она и есть Небеса. Но Сторый сразу тебе говорит, что это не совсем то, что имеется в виду в святых книгах под словом Небеса. То есть это, конечно, тоже называется Небо, никто не будет против. Но есть Шамаим, Там-Там, то, что далеко от этого, то есть гораздо дальше, чем то, что ты видишь перед собой. Некие, так сказать, слои энергетические, которые гораздо выше этого, некое духовное определение слова Шамаим. Так вот, все это связано как-то друг с другом. Во-первых, потому что, конечно же, слово Там для человека, в отличие от здесь, это указание на отдаление. И указание как бы на то, что ты не видишь. Чаще всего далекое и невидимое тебе. Потому что все, что у тебя перед глазами, это все-таки не там, а здесь. Шам – это как Шамай, как в Небесах. Это где-то далеко то, что ты не видишь. А то, что ты не видишь, оно как будто бы для тебя пусто. То есть в нем ничего нет. То есть этот космос, так сказать, который тебя не видит, он потому еще называется пустотой, потому что он действительно тобой ненаблюдаемый, он совершенно не пустой, абсолютно. Но во сколько ты его не видишь, задираешь голову, ничего не видно. Ну, там всякие подзорные трубы, всякие механизмы, это все правильно. Но так, по-человечески, по-простому, не видать ничего. Голубая завеса. Еще часто набегут облака, так вообще ничего не видно. То есть поэтому на самом деле довольно остроумно дворцы современного иврита, я так понимаю, это они виноваты. Они назвали космос, именно космос, словом халаль. Халаль – это классическое слово, означающее пустота. На языке просто святых книг, значит, халуль – это означает пустое. Халаль – это именно, не то, что вот как по-английски space, пространство. Это тоже хорошее название. Но здесь с дополнительным элементом, что космос – это нечто абсолютно пустое. Для тебя лично, потому что пустое дело, а пустое мазь, потому что тебя там нет, ты это наблюдать не можешь, только надо какие-то специальные приборы. И что там в эти приборы еще ты можешь увидеть, это тоже хороший вопрос, на таком диком расстоянии. То есть это как бы место, которое опустошено. Что значит опустошено? Как бы от тебя опустошено. С твоей позиции оно пустое. Там – это как бы место, где тебя нет. Поэтому для тебя оно пустое. Потому что для нас-то что? Для нас наполненным является только там, где мы любимые находим. Это полное место. А кто бы там вообще ни был, если меня там нет, это что называется, место, где кто-нибудь – это пустое место. Если меня там нет. И это, в общем, нормальная позиция. Мы с вами говорили, что абсолютно без всяких розовых очков наши великие законодатели, составители Талмуда смотрели на эту позицию человека. Поэтому говорили, что земля плоская, на дне натянута кипа. Потому что все… Сегодня продолжают. А? Сегодня продолжают. Да-да-да. Да, но я имею в виду то, что записали, да, то есть в Талмуде, там, в трактате Псахим написано, что земля плоская, на дне натянута кипа. Что такое вообще, да? Вроде бы известно, что еще и Вирушал, еще до Вавилонского Талмуда было известно, что круглый, что там написано про Александра Македонского, что как бы он поднялся, такая, вы помните, аллегорическая история, поднялся на орле над землей и увидел, что там все это круглое. Это все, вроде бы знали все это. Молчали абсолютно, вавилонские мудрецы пишут там вот это. Плоскость, кипой, в каком смысле? Просто очень. Человек всегда для себя, он центр мира. То есть то, что там и меня там нет, я вообще, это абсолютно меня интересует, это космос, это пустота. Здесь я, и поэтому здесь действительно полная жизнь, она кипит и бьет ключом. Поэтому я стою в центре мира, для меня это плоскость, для меня небеса это кипа, потому что я так все это вижу, физически я так наблюдаю, я смотрю, я вижу, как оно организовано вокруг меня. И я считаю, что вот оно так есть. Теперь, как оно в действительности есть, это, наверное, хороший вопрос. Но поскольку мы работаем с человеком, мы работаем с человеком, который все пропускает через свое восприятие, для него мир абсолютно субъективен. И сколько бы он ни кричал, что на самом деле все вот так и вот так и вот так, как это у Конан Дойля, может он и прав этот ваш, как вы говорите, Коперник? Да, то есть, да, то есть, может быть оно и так, понимаете, никто же не спорит. Но нас интересует совсем другое, нас интересует внутренний мир человека, мир человека, который называется Ула Макатон, малый мир. И вот этот малый мир, он стоит в центре всего, каждый из здесь присутствующих, это центр мироздания, свой, собственно, и он от себя отсчитывает все остальное. Все уже остальное, это там, 10 сантиметров от меня, метр от меня, километр от меня, 10 человек от меня. То есть, все же, все же, естественно, через эти субъективные категории проходят. Поэтому, когда мы говорим вот об этих вот ясных категориях, мы видим, что вот это слово шама, опустошение, там, это очень четкая категория. Останется город опустошен, как бы останется город там. Город останется там, 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 где нас нет. Поэтому он будет для нас пуст. Когда меня нет в городе, когда меня выгнали в изгнание, это означает, что город опустел. Сколько бы там народа не осталось. А тем более, когда там действительно народа не осталось. Вообще практически никого. Так это же понятно. Не говорит ли это о том, что вообще все субъективно, и мир существует только в нашем сознании? Вы же знаете, что этот вопрос портит нервную систему прогрессивного человечества на протяжении многих-многих столетий. Понимаете? И, конечно же, время, когда прогрессивное человечество считало, что есть бесформа объективные вещи. И объективные идеи, и объективная материя. Все. Есть объекты, которые можно потрогать и сказать, что все люди так считают, как я. Вот я считаю, что они вот такие, и все так же считают. Было такое время в истории философии, вы знаете, в начале еще 19 века, когда был немецкий классический идеализм, у них такое было представлено, такая мечта. Но вы знаете, что в конце этого, ихнего 19 века, тем более в начале 20-го, эта любовная лодка, объективизм, она разбилась об быт. А то, что, конечно же, представления о мире стали совершенно портиться, искривляться. И вот этот замечательный, позитивный объективизм, он уступил место бесконечным сомнениям. И вы знаете, что сегодня эти философские школы разошлись уже до такой степени, что люди из одной считают людей из другой абсолютными шарлатанами, и те отвечают этим взаимностью. Потому что действительно, вы знаете, величайшего, ну не при открытых книгах будет помянуть, все-таки эти все люди в основном, все эти мастера последних времен, касаясь, ну как, связанные с этой философией, они были этническими евреями в основном, да, и один из них сказал, что если ты знаешь, что вот это рука, то вся философия к этому приложится. То есть, и сводил с ума людей этим. И, в общем, его очень внимательно слушали на эту тему, потому что доказать какие-то вещи, то есть, объективно доказать в разговоре какие-то вещи, которые, казалось бы, очевидны, очень-очень тяжело. Но, насколько иудаизм стоит на позициях субъективизма, это хороший вопрос. Но, конечно, сказать, что субъективизм в нашей вере чушен, в том случае нельзя. До какой-то степени, если почитать каббалистические книги, может показаться, что вообще вот это вот все, это некая трансляция, кино, которое показывает каждому человеку. То есть, творец ведет трансляцию кинофильма мироздания на каждого человека. И у каждого это кино, естественно, разное. Немножко отличается. И если мы еще, так сказать, как-то, может быть, можем постараться договориться друг с другом, что это за кино, но если спросить у кого-нибудь, кто сильно отличается от нас, как этнический, так этический, по воспитанию, по представлению другой, другие мозги, другой цвет кожи и так далее, может оказаться, что этот фильм вообще абсолютно незнаком. То есть, мы вообще не понимаем, о чем он говорит. Да, это бывает. Так вот, это первая часть этого стиха. Что получится? Получится в городе опустошение, когда нас там не будет. То есть, нас не будут радовать этой трансляцией. И вторая часть как раз про нечистство. Уши и я. И вот этот вот шия. Имя одного из нечистых. Юхат шар. Будут разбиты ворота. В принципе, это сказано как бы немножко не по-еврейски, просто немножко не грамотно, если обратить внимание. Ну, естественно, пророк Ешая был суперграмотный человек, он специально так написал. Значит, что получается? Получается не то, что вот этот чертик, он разобьет ворота. Так не получается. Хотя, шар, простой смысл должен быть именно такой. Слушай, мы с вами говорим, что есть два мнения в трактате Баба Кама. Почему человек, который оставил свой пустой дом, и не собирается его сдавать по каким-то причинам, не до этого, и живет где-то в другом месте. А потом другой еврей в этот дом просто въехал, без разрешения. И он в нем пожел. Ничего не попортил, ничего не сломал. Даже дети не разрисовали обои, вы будете смеяться. Но что? В итоге приезжает хозяин этого дома, обнаруживает там непрошенного гостя, квартиранта. По заверийским законам. В принципе, очень трудно будет заставить этого квартиранта что-то заплатить, если он ничего не попортил дом. Потому что рент платится тогда, когда человек собирался сдавать свое место, или, например, сказал, что он запрещает кому-то быть. Но тогда, когда он бросил это на какое-то время, на несколько месяцев он просто уехал оттуда. А кто-то сообразил, быстренько посуетился и заселился. Если он ничего не ломал при этом, как-то проник каким-то хитрым способом, с бэк-ярда зашел, там оказалась дверь какая-то, я не знаю что. Он проник на эту территорию, в ней жил, заселился. И очень трудно будет заставить платить. Почему? Поднем по причине. Во-первых, человек просто следит за домом. И тогда, когда он живет в доме, он следит за ним. И это как бы плюс для хозяина. И вторая причина мистического характера. Вот этот вот шиян, это некий такой специфический жилец, который появляется в доме тогда, когда все съехали. То есть в пустых домах может завестись энергетическая нечесть. И поскольку она там живет, она портит, она точно портит. И что бы она там не портила, и говорится в Талмуде, что пустые дома разваливаются, изнашиваются гораздо быстрее, чем заселенные. То есть вот этот вот опустошенный, брошенный дом, он почему-то прямо начинает довольно быстро приходить в негодность. Как будто он чувствует, что никто его не любит и не заботится. Особенно если он построен здесь. Да. Ну, мы, кажется, каждый кулик в данном случае критикует свое болото. Мы имеем тут специалиста, в лице нашего уважаемого ревгона, который знает, какая нечисть энергетическая может поселиться в пустом доме. Он с ними наверняка там тысячи раз виделся, когда приходил в такие дома, туда-сюда, понимаешь, из одного угла в другое. Вот так успевай от них уворачиваться. Да, так вот это вот нечисть. Она, видите ли, подтачивает основание. Если бы было так написано, было бы, наверное, написано «ехатет». Не «юкат», а «ехатет». То есть вот эта шея, она подобьет, разобьет ворота дома и говорит тому, в другом месте, что, значит, разрушение начинается с ворот. Мы говорим, что разрушение начинается с входа. Почему? Потому что именно вход – это то самое. Ну, мы сейчас можем сказать какие-то практические причины, что да, вход – это все, где соприкосновение с внешним миром, и там быстрее гниет, и там термиты приползают, и там дождь подмывает. Это, понятно, дверь. Это мы все прекрасно понимаем. Но здесь есть, конечно, какой-то глубокий смысл тоже, что рыба гниет с головы, а дом начинает гнить именно, так сказать, с ворот, со входа. Вот, это отдельная история. Но здесь не написано так. Написано странно. «Юкат», «ю», вот это «ю», кривая огласовка, три точки под буквой «ю» означает страдательную форму. Как будто написано на ворот. Не то, что ворота будут разбиты с помощью этого шия, а то, что этот шия, вот этот вот чертик, который там будет жить, «юкат», он будет разбит или с помощью ворот, или в этих воротах. То есть, как будто бы этот момент, связанный с поломкой, касается не ворот, а самого этого жителя. Или, во всяком случае, касается ворот, но ворота как будто бы они сами разрушаются. Слово «юкат» не означает, что кто-то разрушает, а значит «разрушаемо». «Будет разрушено» кем-то. Ну, смотрите. Речь, разумеется, идет не о том, что нечистые занимаются физически какими-то разрушительными действиями. Насколько можно понять, им это не нужно делать. Потому что само их присутствие в каком-то месте, оно уже создает обстановку разрушения и деформации. И место само начинает разрушаться благодаря их присутствию. То есть, им достаточно где-то просто быть. Я напоминаю вам очень коротко, отвечая на заданный в конце прошлого урока вопрос по поводу этой категории существ. Что написано в Талмуде на эту тему? Вы знаете, что эти существа находятся, как сказать, внутри, являются предметом спора наших законодателей. Потому что Рамбом, как вы прекрасно помните, Маймонит отрицал все это категорически. То есть, в то время, когда мир был полом всяких рассказов про колдовство и про нечистые силы, и этим люди все прям бредили, занимались и видели это прям через день на улице и дома. Встречались с этим на постоянной основе. Рамбом категорически это отрицал. Понятно, что прежде всего, как нам объясняют, в педагогических целях, дидактических. То есть, чтобы наш народ не занимался постоянно вот этим вот проникновением в эти сферы. И не интересовался этим всем, непонятно зачем. Так, прошу прощения, забыл включить звук. Вот. Так, это была его позиция. Его за эту позицию сильно критиковали. Хотя, кстати, были раввины, которые поддерживают. В частности, например, когда задают вопросы начинающие на эту тему, у нас всегда есть не только рамки, но и есть Мири. Какой номинако, Мири, Мири, Великий, Великий, Решуа, один из первых миграционных наших, тоже комментаторов всего толку. Который говорит, что все эти разговоры про нечистых толку, про лилит, про вот этих вот, которые там подтачивают и... Все, что там написано про чертения. Это все метафора, которая обозначает нехорошие человеческие качества, нехорошие человеческие побуждения. Это как бы вот такой сон разума, который рождает чудо. То есть это все в голове у человека. Всякие там нехорошие вещи, они возникают, растут, множатся. И человеку может показаться, что вокруг него там шныряют всякие вот эти вот рогатые с копытами, и что они охватывают. Это все как бы... все от головы, как бы. И мы всегда можем так сказать, во всяком случае, начинающим любим, для того, чтобы нас с вами, начинающие евреи, имеющие техническое образование, не обвиняли в мраковицах. Но, как в таких случаях говорят сумасшедшие, которых ненадолго выпустили, вы знаете, что вы уже не зерно? Я знаю, что я не зерно. Но курица-то этого не знает! Понимаете? Что мы-то знаем, что эти разговоры о том, что это только метафора, о том, что этих существ никаких на самом деле не существует, это все только наш агитпункт для начинания. На самом деле, никакая это не метафа. Все обстоит гораздо хуже, в действительности все обстоит гораздо хуже, чем на самом деле, как говорят так и. Что я имею в виду? Я имею в виду, что на самом деле никуда нельзя деть все эти отрывки Талмуда, где, например, написано в трактате «Проход» в начале того, что если бы было дано право глазу видеть, то человек умер бы на месте. Вот такой текст там. На месте! То есть он бы даже не успел сказать «А, Б, подвинуться, отскочить!» В чем дело? Написано в Талмуде, в трактате «Хагика», что при всех, так сказать, прочих прелестях этих существ, они еще руин, да и нам не рвим. Они видят, но их невозможно увидеть. Что значит невозможно? Это смотря кому. Знаете, существуют технологии, которые в том числе описаны в Талмуде, и к которым Талмуд очень просит не прибегать. Всякие там черные кошки, пепел от черных кошек. Бог знает что. Кошмар, да? Вот этого делать это не... А технологии есть, но вы этого не делаете. Потому что вот один сделал, и большие у него были неприятности, да? То есть... Кто это один? Пример в Талмуде приводится, что был человек, который очень осторожно всю эту технологию, значит, цаблел, для того, чтобы их увидеть. И ему вот даже как бы и удалось. Потом его долго откачивали просто. Очень долго и очень большие были трудности. Он долго-долго приходил в себя, еще неизвестно, пришел и до конца. То есть, дело в том, что это как бы параллельная такая структура. Понимаете? Вот как... Знаете, в любом ремесле, в любом деле такое есть. Например, как у нас строят дома, я не буду рассказывать, здесь специалист стоит. То есть, там какие-то коробки от ботинок, то есть, какие-то там газеты, все это. Вот внутри стены, внутри, да? А потом это все как бы... Ну, вот чем это там вот все закрывается, да? Ну, я, конечно, преувеличиваю коробки от ботинок. Но, во всяком случае, какая-то неизвестно что там лепят вот внутри этой стены. И когда я вижу это строительство, я еду, допустим, мимо дома, я скажу, боже, ну что это такое? А может, это для сохранности? Да. Из чего делается эта стена? Какие-то обрывки? Из чего? Из вед вообще непонятно. Ветошка какая-то. Потом на это накладывается что-то более-менее симпатичное, сверху. И вроде как может создаться впечатление, что это прямо кирпичный дом. Но если заглянуть внутрь этого кирпичного дома, человек, который привык, допустим, к тому, как строят дома в Канаде. В Москве белокамерных. То есть он, если он заглянет внутрь, и он, допустим, строитель, у него может случиться серьезный сердечный приступ, потому что он не будет понимать, а как же вот, как же так можно? А кто украл весь кирпич? Почему сюда насовали ветошь? Неужели, неужели во всех домах украли кирпичи? Тогда куда их увезли? И почему я не участвовал? Да, ведь это не участвует. Это может просто схватить инфаркт в этой ситуации. То есть это то, что называется, то, что прячется за красивым фасадом. Я тоже, когда приехал в Фавкландию, сразу всегда удивлялся. О, какие кирпичные дома. Прямо вот кирпичом, вот этот маленький слой кирпича, которым это все было. Я думал, как сделано все из кирпича на века. Мне очень быстро, так сказать, руководитель нашей бухарской общины, который строитель профессиональный, как вы знаете, на двух, просто трех пальцах объяснил, какие это кирпичные дома и как это все делается, и показал, и я успокоился уже на 10 лет на эту тему. То же самое касается всего, к сожалению, в нашем мире, который испорчен дважды, как мы говорили. Опять, мы начали говорить про сотворение мира и вы знаете, что на заре творения, мы об этом периодически вспоминаем, было две катастрофы. Первая катастрофа касается так называемых царей. Это такое аллегорическое название для сосудов, в который был направлен свет, энергия дворца. Эти сосуды были разрушены. и разрушение первичных элементов творения. Это была первая катастрофа. Но она была, конечно, запланирована. А вторая катастрофа, которая была запланирована, но не конечно запланирована. Нельзя говорить, что она была, конечно, запланирована, потому что иначе получится, что у человека не было, не дай Бог, свободы выбора. Это катастрофа, которая случилась с Саддамом. И вот этот мир, который дважды переломан через колену, он, конечно, к сожалению, До какой-то степени является родственником наших вот этих вот домов на юге, которые построены неизвестным. То есть посмотреть снаружи вроде бы ничего. То есть многое может под... Цветочки, деревья, небо голубое и солнышко блестит. Понимаете? То есть если посмотреть на фасад, может создаться обманчивое впечатление, что это прям класс. Что это прям гармония. Глаз не оторвать. Но на самом деле, если чуть-чуть, понимаете, вот взять за уголок этих обоев в том месте, где они отклеиваются, и так чуть-чуть посмотреть, что там за... А не надо смотреть. Нет, не надо. Согласен. Абсолютно. Абсолютно согласен, что не надо. Поэтому я и призываю всех, не надо туда смотреть. И Толмут говорит, не смотри туда. Не надо этих механизмов. Но если, на самом деле, отогнуть, то, говорит Толмут, вот потом не обижайся. Потому что зрелище, которое откроется твоему взору, вот это параллельная структура, потому что внутри этого всего, это ужасное зрелище. Чудовищное зрелище вот этих вот так называемых мазекин, вредителей, сил разрушения, которыми наполняется энергиями. В принципе, если мы на секунду подумаем, мы поймем, что это не фокус, что это не удивительно, что оно так. Потому что мир, в котором происходит то, что происходит, он не может иначе быть. То есть, ну, если сравнить, действительно, солнце, траву, прекрасные звезды, все вот, что мы видим, горы с заснеженными вершинами. Гармонично. Невозможно эту красоту сравнить с поведением человека, нормальный, здоровый человек. Если он свежим взглядом на это посмотрит, он должен с ума сойти довольно быстро. От такого несоответствия. Потому что где вот эта вся красота и гармония невероятная, и где то, что делают люди, что они творят постоянно. Начинают от каких-то мелочей, мелочей, как они пьют кровь друг у друга, причем у близких людей. У самых близких. Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы пить кровь у чужих. Наоборот, наоборот, перед чужими людьми они показывают вот эту вот гармонию. Понимаете, они ведут себя так, как мир. Потому что человек, он же повторяет структуру мира. Он же такой, он же называется малый мир, микрокосмос. Поэтому он тоже, когда он с чужими, где-то вот наружу, у него травка зеленеет и солнышко блестит. Он прекрасен, он гармоничен. Нет плохих людей на людях. Когда он заходит домой, то есть когда он входит, заползает за эту чуть-чуть отклеившуюся занавесочку или кусочек обоев, он заполз в свою норку. И вот там, в этом простенке, где он живет, среди этой ветоши, которая наполняется, вот там он показывает свое истинное лицо. И все так делают. Подавляющее большинство людей, включая там короткий список праведников, узок, круг этих, ну вы знаете, как там написано в тексте. Вот, кроме этих, все нормальные люди. И вот это поведение, это мелочи по сравнению с тем, что творится где-то там, где там вообще убивают. Где вообще издеваются одни над другими так, что... А, скорее всего, сроту откроют. Как половина мира, который, в общем, считается у нас нецивилизованным. Что творится вообще? Нам страшно думать, что, например, происходит в некоторых мусульманских странах. То есть, какие законы, какие отношения к человеческой свободе, к человеческим вообще, к проявлениям элементарных каких-то прав. Жуть, что делается в мире. Вообще, каждый день сколько людей просто убивают, пропадают, вообще неизвестно где и зачем. И вот это вот все. И это происходит в том самом мире, где такие прекрасные леса, озера, реки, города. Все так красиво выглядит со стороны. И это действительно жуткое противоречие, которое приводит к тому, что вот эта вся нечисть энергетическая, она прям усиливается, множится и уплотняется. Потому что человек своими действиями, своими отрицательными поступками, он вот это все интенсивно увеличивает и создает. И оно, его становится все больше и больше. И поэтому здесь очень интересная вещь написана. Что вот эта шия, этот чертик, который поселяется в пустом доме, как бы он не сам разбивает. Не написан глагол в активной форме. Не то, что вот он приходит, этот там нечистый и начинает топором рушить. Нет. Юкат будет разрушено. Оно будет разрушено. Оно как будто само разрушается. Оно не само. Почему оно будет? Потому что люди оттуда ушли. Люди оставили это место. А что там они оставили, люди, когда они уходили? Оставили свое поведение хорошее там. Всю свою энергию замечательную. Там они оставили. И поскольку, а из этого места уходят все, и праведные люди тоже уходят, остается в основном, висит этот негатив. И этот негатив, который создан этими же людьми, на самом деле он исходит от людей. В этом смысле есть определенный смысл и определенное объяснение того, что говорят Мири, Рамбовы, что это все от человека, все из человеческой головы. Не в том смысле, что этого ничего не существует, оно существует только в представлении человека. Конечно, оно существует и вне представления. Но оно от человеческой головы в том смысле, что мы его создаем. Человек является мануфактурой, заводом, который изготавливает эту нечисть, своим поведением, в том числе. То есть, конечно, они были когда-то созданы, базовое количество было создано. В частности, вы знаете, откуда они взялись, просто напрямую написано в Толму. Еще один вопрос, откуда они взялись? Творец, вроде бы как бы, своею собственной рукой, извините, чертей не создавал. И это было бы даже странно, если бы он начал создавать зло. Зло в чистом виде напрямую не исходит от Творца. Значит, откуда оно берется? Как мы знаем. Как нам объясняют наши габаристы и наши еврейские философы Рамхали очень хорошо подробно на эту тему пишут. Эдер, есть такое понятие. Айин далет рейш, эдер. Отсутствие. То есть, тогда, когда из какого-то места убирается святость, и там создается что? Правильно. Пустота. Предыдущее слово, предыдущее слово в стихе. Шама, опустошенность. После этого идет имя этого чертенка. Создается пустота. Вот в этой пустоте как бы само образовывается негативное. Оно как бы заполняет пустоту, потому что оттуда уходит, высасывается позитивное содержание. Так вот этот вот момент, касающийся создания, написан в трактате Ерубина. Адам, когда он ушел, как вы помните, от Хава на 130 лет, и он там сидел один. И написано в мидраже Абкир, кстати, есть такой мидраж небольшой, который пользуется наше ашкенадское решение. Что к нему как раз прилетала эта дама виртуальная, велит. То есть он сидел в интернете 130 лет, как бы на нехороших сайтах. И он плодил, написан, от этих отношений с этой виртуальной дамой. То есть фактически он непроизвольных семиизвержений. Он создавал Шейдим, Лилен, Беруфи. Разные виды нечистых. Вот эти вот нечистые мужского пола, нечистые женского пола, некие духи. То есть общую негативную атмосферу, которая развивается по миру, не будучи персонифицированной, не будучи, так сказать, какими-то существами. И вот эти вот вещи он создал в базовом количестве. Потом, естественно, люди, которые ведут себя определенным образом, они или интенсифицируют способность этих нечистых плодиться и размножаться. Они плодятся и размножаются. Написано, помните, как люди, как бы. Как бы, как люди. То есть между ними существует женское и мужское. Они соединяются и создают плод. То, что вы сейчас говорите, бывает беременный черт. Ну, не он, не она. Безусловно. 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 Только это у них проходит не так. У человека это все виртуально, это как бы параллельная реальность, это все как бы отцифровано. Все это как бы параллельная такая вот компьютерная структура этого мира, которую мы, слава Богу, не видим. Еще из женского рода. А? Да. Еще какой. Еще из женского рода. Вот. Так мы это или интенсифицируем, или нет? Так, а чертовка. Чертовка? Да. Совершенно верно. Чертовка это скорее характеристика, чем название. Сейчас это слово в женском роде употребляется, когда хотят сказать что-то позитивное о женщине, что она такая прямо активная. И там прямо вот как вот эти существа, она прямо сегодня здесь, завтра там, постоянно движется такая энергетически сильно оснащенная нам. Так короче говоря, есть, как вы знаете, определенные способы связываться с этими существами. Даже без вот этих вот эстонологических технологий, которыми пользовались наши великие мудрецы Талмуда, и есть, например, ряд нечистых, которые имели даже еврейские имена. А зачем с ними связываться? Они помогали. То есть это был некий виртуальный персонаж, некая сила виртуальная, которая помогала кому-то из мудрецов Талмуда что-то делать. Зачем-то их посылали по какой-то надобности, что-то делать. Они очень быстро, поскольку это виртуальное существо, которое не связано так, как мы с пространством, он перемещается в простенке, он перемещается виртуально в этом мире, не так, как мы практически. То есть для него вот, у него работает это copy-paste, то есть он же, он компьютерное существо, он виртуальное, поэтому он может отсюда переместиться сюда, пока мы 10 дней будем ехать на поезде, или там целые сутки лететь на самолете, понимаете? Он просто перемещается с одного места в другое. То есть в этом он похож на позитивное духовное существо, на ангелы. И поэтому его можно куда-то там заслать, послать это. И до сих пор в распоряжении некоторых людей существуют эти тексты. Понимаете, в принципе у нас есть очень интересные тексты разные. Например, из доступных простых текстов у нас, например, есть текст молитвы против дурного глаз. И причем это не какой-то там некошин, который кто-то там придумал и, значит, это награничено с колдовством. Нет. Это мистический текст, который составил сам Раби Хаин Йосиф Довит Азулла, хидан, великий сепарский каварист. И записал его в своей книге Абудат Акады. И в этом тексте, я думаю, у нас там все прямо прописано на армейском языке. И это фактически называется ашбаа, я к чему говорю. Ашбаа – это заклинание. Не в том смысле колдовского, как мы привыкли трактовать и понимать это слово. Заклинание в смысле заклясть. То есть заклинается дурной глаз, чтобы он не действовал. И заклятие – это некая форма воздействия на мир. Например, в раввинском суде же это работает. Да, приходит человек. И он там клянется. Его заклинают судья. Машбим – это это. Заклинают свидетелей. Или заклинают какого-то участника процесса. И он говорит – амен. Он ответит – да, он согласен. Это означает, что если он сейчас не будет соблюдать те условия, которые взял на себя, не будет делать то, что собирался, то есть на него накладывается наказание за нарушение клятвы, которое является страшным энергетическим разрушением для человека. Ужасным совершенно наказанием одним из самых-самых страшных, которые только существуют. И вот эта вот сила заклятия, заклинание вообще энергии в этом мире, она в принципе более-менее как работает. Другое дело, что мы, конечно же, это сегодня никак не применяем. И никакие заклятия чертей и ангелов сегодня не используются практически. Они существуют. Да, это по тому же принципу, что мир был построен через слово, то есть через слово и воздействие. Конечно, разумеется. Поскольку эти буквы, как мы говорили в прошлый раз, продолжать эту тему. Эти буквы – это материалы, из которых все сделано. Понятно, при правильном соединении этих букв происходит определенная вещь. Я, например, обращаю ваше внимание такую вещь, да, что корень слова – клятва. Шин, бет, ай. Это же слово шева – семь. Вы знаете, что число семь – это базовое число для нашего мира. Семь уровней нашего мира, вот самые, так сказать, которые нам доступны, так сказать, которые представляются семью праведниками, начиная от Авраама и заканчивая Давидом. Это семерка. То есть клятва – это то, что тебя соединяет со всеми уровнями этого мира. И слово вообще, этот корень – шин, бет, ай. Шин – буква шин. Как бы отдельный и бет, ай отдельный. Бет, ай, вы знаете, семьдесят два. Это указание на семьдесят двух буквенных имя Творца. То есть это очень-очень серьезная вещь. А шин имеет три версии. А вы знаете, что семидесяти двухбуквенные имя – это что такое? Это семьдесят два имени по три буквы. Да? То есть это не семьдесят две буквы. Это семьдесят два умножить на три. То есть три пасука, три стиха в главе Бешалах, да? Который один за другом воевой войсавойед, и друг в главе Бешалах, три стиха в момент рассечения Красного моря. Все три по семьдесят две буквы. Первая буква из первого стиха, последняя из второго стиха и первая из третьего. Вторая буква из первого стиха, предпоследняя из второго, вторая из третьего. И вот эти тройки, семьдесят две тройки, да, так и можно построить. Это собственно и есть семидесяти буквенные имя, которые вы можете увидеть в интернете ради Бога. Вы никогда не поймете, как его использовать, потому что нужно знать о голосовке. Нужно знать, как произносить. И это передается в устном виде только теми, кто имеет на это право, да? Но, посмотреть на него сколько хотите. Эти семьдесят две тройки, везде вот эти, так сказать, такая красивая табличечка в интернете, семьдесят две буквенные имя, можно поливаться, не выздать, да? И ничего страшного не будет. Но это ключ, да? Это ключ, которым открывается в мире вообще все. То есть человек, который владеет этим именем, он практически имеет ключ к чипу, к этому основному, к основной, так сказать, доске программного управления. И он может, вставив этот ключ, любым образом войти. Ух ты, как хорошо. А у него, у нас с собой было. Красота невозможна. У нас с собой была. Да, можете полюбоваться, пожалуйста. Пускай по рядам. Надо же, а! Человек с собой просто носит. Я думаю, кто это тут постоянно? То дождь, то солнце, то мороз. Да, то мороз, понимаете. Да вы тут у нас, Рабдонид, устраиваете. Носят с собой себе стивуку и ныне и постоянно крутит. Тут туда, то сюда. Надо же все-таки осторожнее с этим. Они все плохие, вот эти. Потому что я вот в Медраши читал, что они помогали. Да. То есть, а где-нибудь где-нибудь написано, что они плохо что-то делают? Нет. Они постоянно делают. То есть, они постоянно. В Талмуде написано, что от них происходят постоянные неприятности и разрушения. Дикое количество всего. Но! Когда талмудические мудрецы их заклинали, к чему я говорю. Когда они вставляли ключ, поворачивали. И вот эта вся нечисть из простенка вставала, так сказать, по стойке смирно. И они, так сказать, как виртуальные такие, как зомби, с помощью этого ключа шли и делали то, что им говорили. Это совершенно другая история. Это просто потому, что у людей был ключ, которым они пользуются для того, чтобы их направлять. Поэтому, в принципе, это очень специфический такой департамент. Заклинать сатана, заклинать чистое зло, никому даже в голову не придет. То есть, это совсем другой департамент. Черти – это просто некая негативная энергетическая среда. Ужасно выглядит. Человеку нельзя это увидеть. Очень страшно. Умрет на месте. Но! Это просто негатив. Энергетический негатив, который разлит по всему миру. Когда мы говорим про сатану и про его силу, совершенно другая история. Это активное зло, которое атакует человека, которое его разрушает. Которое тянет его совершать преступление. И написано, что оно внутреннее зло человека, которое связано с внешним. Оно каждое утро просыпается вместе с человеком, чтобы его убить. Чтобы в этот день он точно совершил уже такое, что уже потом невозможно будет исправить. И этот сатан тоже относится к этим. Вообще другой департамент. Совсем другой. И это просто негативный фон. По сравнению с ним они достаточно безобидны. Вы знаете, мы говорили с вами про Ашмадань. Про царя черти. Это существо, которое, видите ли, целый день занимается изучением Торы в верхней ешине. С утра оно как туда уходит, так он вечером возвращается. Понимаете? Сатанцам в день занимается мнением других. Откуда взялся сатан? Смотрим. Это план. Сатан это уже очень серьезная вещь. Это изначальный план. Вы понимаете, что это ангел Малах. Один из ангелов. И все ангелы были соломы. Что-то невозможно сделать. Другой вопрос, что есть определенные миндраши, определенные, так сказать, информационные источники, из которых мы можем заключить, что с ним тоже произошли какие-то ужасные события в момент, скажем, первого греха и не только в момент первого греха. Но в принципе он был создан именно как страшная сила зла, которая должна испытывать человека. И в результате борьбы с которой человек должен духовно расти. И она находится как внутри человека, так и снаружи. Перед нами и за нами, как мы читаем в молитве Марии. Страшная совершенно верность. Для равновесия мира. Да. Но когда он был создан, вы знаете, что творец сказал. То в молитве. Очень хорошо. Очень хорошо. Все остальное просто хорошо. А ангел смерти, сатан, это очень хорошо. Потому что это та сила зла, которая позволяет человеку находиться в постоянном, на самом деле, тонусе, работать, противодействовать, бороться с собой. И побеждать. Так вот, дальше написано. Мы сейчас идем к удивительно красивым вещам. Как здесь объясняет Марьбин, тут говорится сначала про ужасные вещи, которые будут происходить со Святой Землей во времена Санхирива, который вот-вот придет. Ки-хо, давайте тринадцатый стих. Ки-и-ба-хо-да-е-будет, бе-кер-еф-внутри-а-а-рэц. Ну, внутри земли, бе-тох, опять внутри, а-а-мим, народу. Обращаем ваше внимание на формулировку. Внутри земли и внутри народу. Но бе-кер-еф и бе-тох – это разные внутри. Бе-кер-еф, кир-ба-им – это внутренность. Это внутри, в смысле, прямо в животе. Внутри земли, бе-кер-в-а-рэц – это прямо внутри материи. Что это такое? То, что мы говорим. Откуда вот это все происходит? Опустошение. Вот этот шия, нечистый, из-за которого разрушается шар, ворота. Откуда это все берется? А это, оказывается, происходит потому, что сама материя, а-а-рэц – земля, внутри себя она уже испорчена. Человек воздействует на материю внутреннюю. И это бе-тох – а-ами – внутри народа. То есть посреди, бе-тох – второе, внутри – это посреди. Внутри народа происходят вот эти жуткие вещи. То есть сами народы, сами люди портят своим поведением материю, наполняют ее этим негативом. Здесь фактически пророк Ишайел ясно это пишет, что никто нам не виноват. И он такую понятную для всех метафору очень красивую дает. Ке-но-кев – заяк. Как обитые оливки. Это что такое? Это тогда, когда уже прошли все сроки сбора оливок. И когда уже все оливки хорошие собраны. И когда там остались только незрелые, которые могут быть даже никогда не станут зрелыми, никогда не дозреют. Чуть-чуть там где-то, чуть-чуть что-то висит на этих оливках. И уже никто это не собирает. Потому что все сроки прошли, уже оттуда все ушли. И можно прийти в эту оливковую рощу и видеть, что там где-то одна висит, другая висит. Их просто уже забыли и никто не соберет. То есть вот это вот называется нотки в заяк. Обитые оливки. Почему они обитые? Потому что там же ходили и били по этому дереву, трясли его и пытались там все собирать. Ну это чуть-чуть осталось, вы уже забыли, на него уже махнули рукой. То есть такое количество людей останется на святой земле, сколько остается на этих оливках. Тяжелейшая картина. Вы представляете, что происходит, когда оливка полностью, олива полностью в оливках. И они везде находятся. Если это правильное дерево, они прямо усыпаны. А здесь одна-две. Вот такой будет процент. Это никогда не сбылось. А? Почему? Были? Очень немногие оставались. Никогда не было. Смотрите. Во времена. Что он имеет в виду? Тот период, когда Санхериф всех угнал, но еще этих добрых самаритян не пригнал. То есть был период, когда фактически территория десяти колен, она была почти пустая. Там практически никого не было. Потом Санхериф придумал, что нужно заселить. И он пригнал туда этих вот непонятных людей, которые там расселились и назвались добрыми самаритянами. А период это был чуть позже. Но потом это метафора. Да. Теперь Оли-Лот. И как Оли-Лот? Оли-Лот это оставшиеся виноградинки, то же самое. Им Кала, если закончился бацир, сбор винограда. Ну, вы знаете, что в принципе... Как Кала переводит? Кала. Кала. Сколько? Слово интересное, конечно. Вы знаете, что Кала это невеста. Кала. 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 Кама. Кала это невеста. Да. И Кала это глобол. Закончил. Все такое. Мы с вами как-то задавались этим вопросом. Как это так может быть? Что такое прекрасное слово, как невеста, означает... Просто в другом значении это слово. Закончил. Например, мы читаем в Шаббат. Баихулу. И были закончены небо и земля. Баихулу, да, были закончены. Слово Кала. Закончил. Конец. Вообще Кильон, например, есть выражение. Это уничтожение всего. Тоже слово. Оказывается, корень всего слова Коль. Просто все. Коль означает все. Каплата. Если подставить к этому слову букву Гей. То есть из мужского слова все. Сделать женское. То получится некая противоположность. Все с Геем это как бы все, что закончилось. Полный конец всего. То есть женская форма мужского слова все это конец всего. Это все в смысле все. Все закончилось. И поэтому есть определенный такой вот интересный комментарий. Который говорит, что невеста это конец определенной процедуры. Не конец всего. Нет. Это конец определенного этапа жизни. Когда человек туда посмотрел и туда посмотрел. Как написано в Талмуде в трактате Дании. В конце трактата. Что 15-го ама девушки выходили в виноградники. Возили хороводы. И приходили молодые люди. Не жена. И смотрели на этих девушек. И девушки говорят. Ну и на этом помешку. Посмотрите на родовитых девушек. Не смотрите на это. Не смотрите на то. Они все равно смотрели на это и на то. Ну не важно. Короче говоря они выбирали там себе невесту. И это такой период. Вы понимаете. Когда столько перед тобой. Все открыто. И это. И это. И то. Невеста. Это завершение периода выбора. Периода когда глаза. Всего два глаза у человека. Они смотрят 25 сторон. Как они это могут делать. А у них это получается. Женщик быстро бегал. Добегался. Кала. Невеста. В смысле. Закончилось. Период выбора. Период подготовки. К чему-то важному. Период вот этого головокружения. Все. В смысле все. В прямом от слова все. Кала. Невеста. Она как бы так и говорит. Кала. Закончилось. Дорогой. Все. Теперь начинается серьезная работа. Строительство еврейского дома. Рождение детей. То есть она как бы переводит человека. на нормальную упорядоченную стезю жизни. После вот этого всего. Поиска и рассмотрения хоровода. Так это в смысле вот. Только вот в смысле отношений жениха и невесты. Да. И построения. А если заканчивается жизнь. Тоже можно так сказать. Тоже так. Да. Конечно. Слово кала можно использовать. Конечно. Ну мы говорим гафу. Есть другие слова. Слово нигмар закончилось. Так сказать. Чаще употребляется. Но это очень интересно. Калель отсюда же. Нет. Калель нет. Калель. Коль много. Ну. Вы понимаете. Есть. Это довольно таки далекий корень. Да. Мы как-нибудь поговорим на это дело. Так вот. Смотрите. Так что я хотел сказать. Буквально в двух словах. Успеть. Что? Про виноград и про оливки. Все время эти две вещи. Есть три на самом деле. Есть еще пшеница. Которые постоянно как три символа у пророков используются. Тори используются. Даган, Тирош, Вицгах. Зерно. Вино. Масло. Три вещи которые постоянно. Это главные плоды. Вы знаете. Например. Все матаноты. Отделение. Труму для коинов. Десятину. Все это. По Торе в Израиле отделяется только от этих трех видов. Остальное по закону мудрецов тоже конечно надо отделять. Но Медеурайта по закону Торы. Дарешид Даганха Тирошха Вицгареха. Написано в Торе. Начало. Зерна, вина и масло отделяется. Только это. Почему? Потому что это ключевые вещи. Три стороны мира. Даган. Белый. Правая сторона. Зерно. Тирош. Вино. Красный. Левая сторона. Цук. Левая сторона. Изгар. Оливки. Зеленые. Центральные линии. Три цвета. Белый, красный, зеленый. Они как вы знаете представляют три этих качества. Авраам, Искак, Яков. Как хотите. Три стороны мира. Основные. И здесь нам говорят очень страшные вещи. Сначала оливки, потом виноград. И Ишаяну сравнивают. То есть так же как мало остается оливок и так же как остается мало винограда. То есть он строит картину вообще без пшеницы. Про пшеницу он вообще не говорит. То есть про белый цвет, про правую сторону, про хэссет, про милость вообще разговора нет. Потому что речь идет про период разрушения. И более того, что центральные линии, оливки, зеленые, это номер один. И номер два это виноград. То есть движение идет от зеленого к красному. Движение идет от середины в левую сторону. То есть как будто бы правую сторону вообще отрубили. Середина осталась, но и там чуть-чуть осталось в этой середине. Эта середина клонится в сторону левой стороны. Мы с вами знаем, что положение центральной линии у нас мировой гормон. Это самое главное дело, куда эта стрелка. И в здоровом положении средняя линия должна клониться вправо. Она должна иметь отношение. Мы с вами говорили, Авраам и Яков, они очень связаны. Правая сторона и центр. Ицхак, качество суда, чуть-чуть в отдалении должно находиться. Это будет здоровая ситуация. То есть оно не отрывается, конечно. Центр, он все равно остается как бы в середине, но он все время так. А если вот он начинает в левую сторону, то это совершенно ужасное, кошмарное такое положение. Ну, мы с Божьей помощью в следующий раз более подробно поговорим на тему избавления. Потому что тут начинается разговор про то, как будет обстоять дело во времена царях Искияву и гибели армии Санхирива и Стеды Рушалаима. И тут как раз знаменитейший пасук, 16 стих этой 24 главы, который цитируется в Талмуде, я вот этот Талмуд на всякий случай принес. Вот видите, я говорю, понимаете, они ж везде. То есть прям эта негативная энергия, она прямо отовсю нанесется. Да, то есть нас вот во время нашего занятия люди могут подумать, что вот прям, вот действительно. Действительно так люди прекрасно увлеченно работают, что они даже за все это время не выглянули. То есть такая поглощенность исполнением запроса. Вот. Значит, да. И сейчас буквально несколько слов по поводу книги Парайшит, продолжая нашу тему. Я вам хочу сказать, что, конечно, вот почему еще мне так трудно, тяжело дается переход на преподавание этого начала Торы. Потому что, конечно, представляя себе хотя бы чуть-чуть, понимаете, хотя бы издали видя то, что в святых книгах написано на эту тему, действительно написано на тему сотворения мира, на тему первого слова буквально, первой фразой. То, конечно, не имея возможности это преподавать, ты понимаешь, что основные моменты глубокого внутреннего содержания сотворения мира и вообще замысла Творца, они, конечно, остаются заскопом. Ты не можешь это преподавать. Я, конечно, прежде всего имею в виду 70 разъяснений, 70 исправлений, как они называются, первого слова Тора. Вы знаете, что существует Шимим, Тикуним, 70 исправлений. Так называется, на самом деле, Тикуней Зоа книга, это исправление книги Зоа. И начинается она с того, что Раби Шимон Бар-Юхай, составитель Зоа, так сказать, лично, чуть не сказал, несмотря на свою большую занятость, очень, вот прям вот сам выдал эти 70 вариантов разъяснения начала Тора. Раби Шимон Бар-Юхай, Тикуней Зоа. И мы, конечно, не можем с вами эту книгу учить. Во-первых, потому что нет преподавателя. Потому что преподаватель, который преподает Тикуней Зоа, должен быть профессиональным знатоком скрытой Тора. Профессиональным каббалом. Во-вторых, потому что если мы с вами начнем это читать все на великом, могучем арамейском языке, мы с вами в нем закопаемся, нам вообще будет тяжело. И, в-третьих, потому что мы вообще на регулярной основе каббалу не изучаем. Это неправильно. Для этого нужно до начала изучения каббалу пройти огромное количество других книг и только на определенном этапе до этого дойти. Но я очень переживаю, потому что глубокое изучение, начало творения, оно невозможно на самом деле без этих книг. Единственное, что я обязан сказать, что каждый, кто изучает вот эту тему, он должен очень хорошо понимать. Сколько там всего есть? Ну, колоссальный объем материала касается вот этого вот начального этапа творения. Потому что в действительности объяснить, как это было сделано и как это все работает, это тяжелейшая обязанность. На самом деле, понимаете, есть же книги, где, ну, с точки зрения мистики еврейской объясняется, что творение мира, более-менее. То есть если человек, который умеет более-менее читать по еврейски и знает хотя бы минимальные понятия, связанные со скрытой Турой, и открывает книгу Эцхайма, «Древо жизни», составленную Рабихаймом Витовым от имени Аризали, и читает начало, то есть он пишет. Вот, то есть сотворение мира он описан. Конечно, он это делает очень коротко, но может создаться впечатление, что-то кто-то понял, как это происходило, про этих царей, про эти сосуды, которые был доставлен свет, и сосуды этого света не выдержали. То есть есть какие-то вещи, которые все где-то там слышали и читали, и в английском переводе, и не знаю, что там. Но, если понимать объем того, что написано, во-первых, в книге Зова, а во-вторых, конечно, в Тикуни, вот в Тикуни Зова, именно в книге, которая создана, как объяснение с самого начала, вот начального этапа творения, созданного именно со слов Рабихаймом Витовым от имени Аризалия, составленного. Это, конечно, совершенно огромный материал, безграничный, который показывает со всех сторон эту колоссальную идею, которая, казалось бы, укладывается в то, что написано в действительности в первых словах. То есть мы говорим о слове берэйшит. И мы вроде как начали говорить о том, что слово берэйшит состоит как бы из двух элементов. Оно состоит из огромного количества вариантов, вот так разбирают, так разбирают, так переставляют буквы. Сколько там всего есть? Бара, шит разделяется на создал шесть, и лишат это еще основам, создан некую основу, что это за основа, например, в 70-м Тикуни, в 70-м, последней главе Тикуни Зова. Огромная глава. Очень видно. Там постоянно объясняется именно вот этот момент. Ровно пополам режется слово берэйшит. И две части объясняются. Вот. Есть ярей-шаббат, как вы понимаете, да. Берэйшит разделяется на боящиеся субботы. Потому что, естественно, идея субботы, одна из идей, стоящая в самом-самом основании творения. И когда мы смотрим на слово шаббат, мы видим, что шин и таф, две последних букв алфавита, они находятся с двух сторон. А буква Б, с которой начинается творение, она стоит в центре. И как бы получается такая странная картина, очень интересная, что шин, бэ, таф. Что шаббат? Буква шин, первая, она, бэта-то означает в, да, буква бэта-то означает в чём-то, да. Бэ, шин в таве. То как будто бы шаббат, это тогда, когда буква шин переносится в букву тав. Очень просто, на самом деле. Мы с вами говорили, что буква тав, это последняя микро, поэтому самая низкая. Она только принимает, она ничего не даёт. Шаббат, что это такое, да. Это день, когда всё заканчивается, никакой работы нет, никакого активного воздействия на мир. Не только принимаешь, только отдыхаешь, всё заканчивается. Это как бы вот и есть вот эта последняя буква, то есть, когда заканчивается полностью движение. То есть, как бы, буква шин, предыдущая буква, переводится в букву тав. Шин в таве, да. То есть, шин как буква, которая перед тав. И за ней, как бы, все остальные буквы вовремя. Алиф уже пришёл к бэту, бэп, к гиммелу и так далее до буквы шин. И вот она, предпоследняя буква, и вот последнее движение, это вот взять эту букву шин со всеми, кто за ней. И положить её в последнюю букву тав. Слово. А? Слово. Да. То есть, её соединить с этой, полностью растворить в женском начале. Потому что шаббат, как вы понимаете, это она. Шаббат, это женского рода слово. И это женский день. День еврейской женщины. Шаламбает мир в доме. Это, так сказать, уже свечи, которые женщина зажигает. И всё делается ради мира в доме. И соединение мужа с женой полагается на шаббат. Мудрецов тоже самое время для этого дела. То есть, этот момент, вот, даже в слове шаббат присутствует. Есть всякие другие, гораздо более глубокие. Что означает качество буквы шин, что означает качество буквы тав. Почему оно переходит в другое с помощью буквы бэт. Это совершенно другая история. Но, когда мы изучаем это слово берешит, мы в нем видим самые разные варианты разделения. Но то, что мы сразу видим, это большую букву бэт и слово решит. Решит означает начало. Понятно. Раши нам сказал, просто Раши. Никуда не надо ходить, ни в какие-то кунизовы, чтобы это сделать. Что первая фраза Торрес сформулирована, как мы с вами прекрасно помним, неграмотно, казалось бы, с точки зрения еврейской грамматики. Потому что, когда говорится берешит, должно быть написано в начале чего. Берешит – это не в начале просто. Это в начале х. И надо поставить что-то обязательно. Так эта буква та в конце, она является знаком того, что сейчас тебе скажут в начале чего. И вдруг делается загадочная вырезка. И не написано в начале чего. Берешит – в начале чего-то, неизвестно чего. Бара и Луки в создавстве вышли небо и землю. То есть, вот этот вдох между первым и вторым словом – это пропуск. Чего они там пропускают? На фаршив, говорят, комментаторы, в начале всего. Вот это вот слово, которое мы с вами здесь изучали, Коль, все, Берешит – Коль. В начале всего создал Всевышний небытик. Когда задается вопрос, почему слово Коль не написано, что жалко написать, почему надо загадки загадок. Слово Коль – все. Это понятное слово, было бы абсолютно ясно. Если ты хочешь написать просто, в начале, надо было сказать, Баришонай – другое слово еврейское, означает в начале без связи со следующим словом. Откуда мы это, кстати, знаем? Мы знаем это из пророка Ермияву, очень интересно. Пророк Ермияву в трех местах, прямо рядом, обнес за другим, три главы. В начале царства Ермияву, в начале царства Ермияву, в начале царства Циткияву, пишет пророк Ермияву. Там речь идет про то, что первый храм разрушается, его время истекает, и пророк Ермияву, которого то бьют, то сажают в тюрьму, всем ходит и говорит, что сопротивление бесполезно. Сопротивление наукаднецово невозможно. Не слушайте пропаганду, не слушайте лжепророков, невозможно его победить, невозможно ему сопротивляться, надо открыть ворота, сдаваться, и только тогда мы сможем что-то сохранить. Вот там он все время почему-то ставит слово «борешить». Это тоже нуждается в изучении. Почему именно там момент, когда он рассказывает о том, что дни первого храма предрешены? То есть фактически мир как будто бы возвращается к первозданному состоянию беспорядка. Как будто бы возвращается к состоянию того, как будто бы хаоса. Из-за разрушения храма, из-за всего вот этого, что ждет нас. И за это он все время намекает этим словом. Так он показывает там, что в начале чего-то, да? В начале царства такого-то, в начале царства... Да, здесь этого нет. Здесь это слово пропущено. Тем не менее, именно потому что оно пропущено, как вы знаете, Раша объясняет это слово по-другому вообще. Что это не в начале. То есть перевод в начале «Бог создал небо и землю» это просто неправильный перевод. Так пишет Раша. Простой, правильный перевод, чтобы не получилось неграмотно, чтобы не было в начале неизвестно чего. Это «бет», это не «в», что тоже бывает, а «ради». Такое бывает. «Бешемаше» такое. «Ради имени Всевышнего Бога». «Бет» как «ради». «Ради имени Всевышнего Бога». Нет, «рэйшит». «Бе» — «рэйшит». «Рэйшит» — это начало. «Ради» — начало. То есть ради того, что называется «рэйшит», «творец создал небо и землю». Это известный очень Раша. Здесь не надо очень хорошо разобраться, потому что есть рамбан, который там задает вопросы на эту тему. Значит, «бе» — «рэйшит». «Ради начала». «Рэйшит», как вы помните, «ради двух вещей», которые называются в книгах Танаха словом «начало». «Рэйшит» — это начало урожая, называется «еврейский народ». «Начало урожая». «Рэйшит» — «рэйшит», «хохма». «Начало мудрости» — называется «творец». «Тоже рэйшит». То есть ради божественного знания и ради народа, который это божественное знание на себя возьмёт. Ради евреев и ради божественного откровения, которое они на Синае примут. То есть некая идея там, что вот этот «рэйшит», это начало, это вещь, которая соединяет в себе две функции. Мудрость и её носитель. Что такое начало, ради которого всё делается? Это ради мудрости и ради её носителя. То есть фактически ради Аиды Шеклоп, еврейской головы, которая правильно наполнена. Не всякой ерундой, не всякой чужой. Она наполнена правильной информацией. То есть вот эта вот еврейская голова, в которой содержится традиционная правильная информация, наш главный компьютер, это то, ради чего всё затевается. «Бэйшит». Тогда мир никогда не погибнет. Будем надеяться. Вы очень оптимистичны. Количество лауреатов в Нобелевской теме. А, ну, то есть, да, да, да. То есть нам приятно, нам приятно вспоминать о том, что еврейская голова работает. Это ж не ты. Да. Естественно, я так и знал, что кто-то обязательно обратит внимание, что они, конечно, молодцы, но это не совсем про то, что здесь и говорится. То есть, конечно, всякие там Эстертейны, всякие резкие головасики, они все в плане были, и мы только, так сказать, рады тебе на пиджаки, да, очередную звезду на погоны поместить в результате получения очередной порции Нобелевских премий. Это всё правильно. Но речь идёт не совсем об этом. Речь идёт о людях, которые несут традиционные знания, несут вот эту мудрость. Решит Хохма, начало мудрости Творца. И вот эта буква Бет, собственно, она является числом 2, как вы понимаете. Бет это 2. И вот эта двойка, она, собственно, это выражает по-простому. Две вещи. Информация и её носитель. Книги, знания, поток информации, который получался от Скоросинаи, через пророков, от мудрецов, и люди, которые это знание несут. Это двойка, две вещи. Которые совершенно неразрывно, неразлучны. И они называются Решит. Они называются начало. Когда он читает этот комментарий, он задаётся вопросом, что это единственные вещи, которые называются Решит. У нас в традиции, слава Богу, слово «начало». Называется много чего. Ну, просто в той. Решит, Деганхат, Ерушави, Цереха. Только что мы цитировали. Начало твоего зерна, вина и масла. Трума. То, что отделяется от урожая. Отделяется во имя Всевышнего и даётся коинам. Потому что кормили бедных коинов на территории Святой Земли. И до сих пор отделяется там на Святой Земле обязательно. Правда, коинов не подкармливают, а вынуждены с этим делом прощаться. нельзя это использовать. Эта вещь, которая тоже называется Решит. В конце концов, Бекурим, первые плоды, которые вырастают на земле Израиля и которые ты несёшь в храм, они тоже называются Решит. То есть то, что Раша выбирает именно две этих вещи, Тору и еврейский народ, выбирает мудрость её носителей, тоже надо понять. Рамбан задаёт этот вопрос и с Божьей помощью мы в следующий раз немножко глубже разберёмся с этим, потому что слово Решит само понятие Решит, оно достаточно многогранное. Есть ещё вещи, которые с этим связаны и это всё надо соединить и оно, конечно, легко соединяется. Вся эта система, когда мы говорим про ради, потому что ради начала Творец создал вот это вот всё. Божьей помощью будем продолжать. Спасибо.